Нина Берберова, Чайковский, История одинокой жизни Предисловие Прошло пятьдесят лет со времени написания этой книги, и, пересдавая ее, я хочу ответить на вопрос, часто задаваемый мне. Почему я написала ее? Почему биографию? Почему именно Чайковского? 1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали. Были выработаны некоторые законы, которым подчинялись авторы. Отсутствие прямой речи, использование архивных документов, никакой прекрасы для завлечения читателя, никакой романсировки. Такие приемы прошлого века, как диалоги, чтение мыслей, возможные встречи и ничем не оправданные детали, которыми, как когда-то считалось, оживлялся роман из жизни великого человека, описание природы, погоды, дурной для усиления мрачных моментов его жизни или прекрасной, для подчеркивания радостной встречи или вставки цитаты в прямую речь, иногда в полторы страницы. И статьи, написанные героем через 12 лет после описываемого разговора, были выброшены на Западе, как хлам. К сожалению, в Советском Союзе до сих пор пользуются не только авторы для широкой публики, но даже ученые-историки. Недавно автор одного труда по русской истории 20 века в Ленинграде написал книгу о февральской революции и 1917 годе, где признается, что разрешал себе реконструировать прошлое на основе документальных материалов и воспоминаний. Чьих? К этому прибавлено примечание. Редакция всех диалогов книги принадлежит автору, поэтому он просит не рассматривать их как цитаты из исторических документов или мемуаров. В ряде случаев автор располагал только упоминанием о встрече тех или иных лиц и самим фактом наличия беседы между ними. Тогда диалог полностью относится к художественной форме передачи исторического материала. На странице 31 даже дается пример. Родзянко пожевал губами. По думе стало у нас в блоке большинство. Рассуждал про себя Родзянко. Законы были даны, и в Европе и в США началась мода на совершенно новые, неремонтированные, но серьезные биографии. Никого не забыли. Ни древних, ни новых, ни поэтов, ни политиков, ни художников, ни знаменитых любовников. Биографии раскупались быстро, и большинство имело успех. Я чувствовала, что хочу поработать в этой области. Выбор был найден очень скоро. В начале 1930-х годов в издательстве Академии, сначала в Ленинграде, а потом в Москве, вышло несколько томов архивных материалов о Петре Ильиче Чайковском. Переписка его с фон Мек, переписка с близкими, неизданный дневник еще в 1923 году, воспоминания современников. Все это было снабжено примечаниями, имевшими прямое отношение не столько к его музыке, сколько к нему самому, к его личности и жизни. Возрождение жанра и обилие документации были двумя основными причинами моего решения. Третьей причиной, для меня важной, было то, что мой издатель Каплан, дом книги Рю Далепром в Париже, не только сочувствовал моему проекту, но и обещал издать мою книгу и даже платить неавторские. Кроме того, так как я регулярно помещала главным образом по воскресеньям мои рассказы и очерки в ежедневной русской газете «Последние новости», я предвидела, что смогу давать вместо рассказов главы из будущей книги. Это с точки зрения материальной было мне необходимо. Без регулярного сотрудничества в газете я не могла свести концы с концами. Я жила исключительно литературным трудом. Но были еще факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении. Поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860-70-х годах, доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними, с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича, бывшего губернатора Саратова и члена Государственного Совета, с первой Татьяной, Марии Николаевны Климентовой, с внуками фон Мек. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не смогла бы написать свои книги. Среди них был Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы. С Аргутинским, снимавшим в 1893 году комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую я твердо была убеждена, настало время раскрыть. Впрочем, она была раскрыта уже в 1923 году, когда Ипполит Ильич опубликовал дневник конца 80-х годов. Он в это время постепенно переводился на большинство европейских языков. На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто. Отчасти благодаря Фрейду, отчасти благодаря общему повороту литературы к затаённым сторонам человека. Андрогенизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит около 20% людей, из которых три четверти позже просто забывают его или вырастают из него. Я только позже поняла, почему пять или шесть ближайших друзей моего отца и моей матери мне казались в раннем детстве чем-то непохожими на остальных их знакомых. Они никогда не были женаты, у них не было детей. Их почему-то шутя дразнили, что они живут с племянниками, но эти племянники никогда не приглашались к нам в гости. Русские читатели моей книги не могли оставаться в неведении. Я поняла, что мне предстоит задача коснуться проблемы, до которой до сих пор почти никто не касался. Я не могла притвориться, что дневника, изданного Ипполитом Ильичом, никогда не было. И не только не могла, но и не хотела. В русской эмигрантской газете, где редактором был Милюков, цензура касательно любовных вкусов великих людей была довольно строгой. Но с первого же напечатанного мной отрывка раннего детства читатели, как и сами редакторы газеты, видимо, проявили книги интерес. Эти ранние главы увидели свет до того, как я стала интервьюировать людей, знавших Чайковского, и они дали им возможность узнать о самом факте моей работы над книгой и, может быть, судить о ее качестве. Сергей Васильевич Рахманинов в то время был в Париже, куда приезжал давать свой ежегодный концерт. Он жил в отеле Моджистик на авеню Клебер, но не в самом здании гостиницы, а во дворе, в огромном нарядном флегеле, где снимал одну из удобных и просторных квартир отеля, пользуясь всеми благами этой, одной из лучших тогда гостиницы Париже. С высоты своего роста, который, несмотря на его сутулость, был так для него характерен, он смотрел не на меня, а поверх меня. Неподвижное, длинное его лицо и необычайно длинные руки, негромкий, даже несколько монотонный голос были очень характерны для него. Многое он сказал мне тогда, что я тогда же записала с его позволения. Но самым ценным был его рассказ о той маске, которую Чайковский как бы носил всю жизнь и которая исчезла с его лица в день его смерти. Всю жизнь он ходил как бы в мягких туфлях, редко поднимая голос, и в его лице всегда должна была быть та приятность и мягкость, о которой помнили все, кто его знал. Не только постоянная мысль, как бы кого-то не обидеть или не задеть, но и правило, как бы даже не спорить ни о чем, чтобы ни в коем случае не раздражить собеседника. Да, иногда и важный, и холодный, с незнакомыми молодыми, особенно с барышнями, упорный в беседах с кучкой, но это, по словам Сергея Васильевича, были исключения. Уже на следующий день обычная нежность к римскому, полная гармония при встрече с Бородиным, всегда уважительный тон при встрече с Балакиревым. «Стеклянный мальчик», как его называла в детстве Фанни, гувернантка в Откинске, «бархатный мальчик», до самого конца. Глазунов принимал меня, сидя у рояля, тучный, тяжелый, медлительный, с сигарой во рту, давно потухший, но все еще сыпавший свой пепел между клавишами. Квартира была темной, с тяжелой мебелью. Он сам открыл мне дверь и после часового разговора сам вывел меня на лестницу. Он ни разу не улыбнулся. Он несколько раз начинал свой рассказ словами «Мы с Лядовым в санях». Вечером с ним возвращались с концерта. «Мы с Лядовым в санях» садились друг другу на колени, чтобы ему дать место. «Извозчи чьи сани, помните, в Питере были такие узкие?» «Да, этому великану они, конечно, были узкие, и запахнуть полость было, вероятно, нелегко». Отлядывая сани, разговор перешел к недостаткам Петра Ильича. «У него их не было», сказал Александр Константинович. «Просто не было в характере. Была, конечно, личная и интимная его проблема, но она никого из нас не беспокоила. У каждого из нас есть тайны», спокойно говорил он мне. «Пора к этому привыкнуть». Сам он, как Тургенев, как Джон Рёскин, как герой Набоковской Валиты, любил совсем юных девочек и женился на матери одной из них. На крышке рояля стоял стакан с красным вином, и Глазунов несколько раз вставал и отпевал из него. Он признался, что многое за последний год забыл, что он всё хотел записать, но не записал, и, вынув окурок сигары изо рта, поцеловал мне руку на прощание. Побывала я и у Просковьи Владимировны Чайковской, урождённой Коншиной, когда-то известной московской красавицы, роман которой с Антоном Рубинштейном не был тайной в Москве. А Николай Григорьевич мне не достался. Весело сказала она мне, он достался Третьяковой. Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши. Она думала, что я её сверстница, и прислала вместо себя кого-то другого. Я, идя к ней, приготовилась к твёрдому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намёки на его ранние отношения с Апухтиным двенадцати и тринадцати лет, и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому. Она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Пётр Ильич работал, за письменным столом и роялем Алёша, слуга, приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Её просьба сводилась к следующему. «Вы написали, что это случалось каждую ночь? Напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком». Я старалась перевести разговор на другие рельсы и повернуть к интимным темам, но она, к моему удивлению, только и ждала, чтобы об этом поговорить. Я у него поклонника отбила. В Тифлисе, когда он у нас гостил. «Весело улыбай», — сказала она мне. «Это был Виргинский», — ответила я. «Да, это был Виргинский». И Петя никогда не мог простить ни этого. На мой вопрос, как реагировало общество, в котором она цвела и блистала, она ответила, улыбаясь лукаво, что никто ничему не удивлялся. Все более или менее этим занимались в юности, а девять великих князей были этим известны. По моему счёту, их было восемь. Надо было только вести себя прилично и не скандалить. А Пухтин свои любовные стихи писал всю жизнь о ней, не о нём. Он развратил Петра Ильича, будучи в тринадцать лет любовником Шильдера Шульдера, классного наставника, бывшего возлюбленного великого князя Константина Константиновича, человека женатого и имевшего семь человек детей. Он был, кстати, директором училища правоведения и отмечал Петю. Затем, взглянув на меня как-то особенно значительно, она сказала, что о таком поведении Чуйковского у неё есть в сундуке один интересный документ. Дневник Петра Ильича, где он пишет об Эдуарде. Я окаменела. В углу комнаты, где она жила, в русском общежитии в НИИ для одиноких старушек, которым заведовала вдова бывшего Веленского губернатора и члена Государственного Совета Любимого, стоял большой, видимо, ещё русский сундук. Осторожно я наводила её на содержание дневника. Оказалось, что это та самая тетрадь, которую Ипполит Ильич выпустил в свет в 1923 году в Петрограде. Просковья Владимировна не поверила, когда я сказала ей, что этот дневник можно найти в библиотеках, что я его читала. Она думала, что этот дневник был напечатан в одном экземпляре, и она была единственная, которая читала его. Сейчас он переведён на многие, если не все, европейские языки. Я попросила её позволения тут же кое-что записать. Я продолжала записывать в метро, и дома прямо села к столу и писала до полуночи. Знакомство наше продолжалось с 1936 до 1947 года. У меня от неё сохранилось 16 писем. Она бывала у меня, я изредка навещала её. Дочь её, Татьяна Анатольевна, по первому мужу Веневитинова, по второму баронесса Унгер-Штернберг, была третий раз замужем, за англичанином и жила в Лондоне. Просковья Владимировна одно время гостила у неё. В Париже уже во время войны я познакомилась с её внуком, Веневитиновым, который назывался Мирок. А после войны с одной из двух внучек, приезжавшей из Лондона и в это время начавшей развод со своим английским мужем. Когда Просковья Владимировна при мне упрекала её за это и говорила, что этот муж умный, интересный, учёный человек, она отвечала, бабушка, мне с ним скучно. Вот несколько отрывков из писем Просковью Владимировны ко мне. 11 мая 1936-го, 61, Голдхёрст-Террас, Лондон-Н, 3-6. Дорогая Нина Николаевна, вы не можете себе представить, какое удовольствие вы мне доставили вашим драгоценным для меня подарком. Я наслаждаюсь, читая живо, ярко и трогательно описанное вами «Детство П.И.». К сожалению, я не могу сразу без остановки. Вы мне говорили, что Извольская переводит вашу книгу. На каком языке? На французском или английском? Если вы ещё ни с кем не сговорились насчёт последнего, то моя дочь предлагает вам свои услуги. Она с удовольствием это сделает. Ей принесли дневник П.И. С просьбой его перевести, но она находит, что ваша книга интереснее будет у публики. Нахожу я. Половина его дневника может быть интересна для самых его близких, как, например, для меня, так как я сама присутствовала в этой жизни. Он не хотел, чтобы он был напечатан. Я не знала, что вы искали сведения о П.И. от Глазунова, Рахманинова и Володи Аргутинского, и Волконского. В Рахманинове он первую видел будущую знаменитость. Глазунова он любил, и многое из его сочинений ему нравилось. Волконского он не любил. А Володя Аргут был при его жизни сначала прелестным мальчиком, а потом симпатичным юношей, но когда он узнал, что у П.И. холера, он убежал и не показывался до его похорон. Ваша статья о Глазунове мне очень понравилась, но вы идеализировали его наружность и его дар слова. Быть может, он на старости лет изменился, но когда я его видела в Петербурге и довольно часто, он наводил на меня тоску. Он изредка молчал, смотрел бессмысленно куда-то вдаль и всегда был пьян. Я не знала, что он женат. Когда он женился, и на ком? И видели ли вы ее? 7 февраля 1937-го, Лондон. Очень рада была получить ваше фото. В шляпе вы больше похожи, но на обеих хуже, чем вы есть. Когда я читала в последних новостях ваши филетоны, то воображала вас сухой, худой старушонкой, с серо-желтым лицом и большим крепковатым носом, с тонкими бледными губами, волосами, селе-пуавр, соль и перец, в нанковой серой юбке и такой же кофте. И вдруг является молодая, красивая, яркая и до нельзя симпатичная женщина с розами в руках. Настоящая весна. И я этой женщине простила все зубы, которые имела против старушонки. Девятое мая 1947-го. 41 Рой де Плезас, Ла Гарем, Сен. Дорогая Нина Николаевна, прочла вашу статью в русской мысли, восторгалась, плакала, и так захотелось вас видеть, а мне редко кого хочется видеть. С тех пор, что я вас видела, через многое пришлось пройти и многое пережить, но теперь в жизни у меня одно страдание. Я оживаю, только когда вижу своих друзей. Я нигде не бываю, прошу вас, дорогая, навестить меня, чем меня обрадуете. Субтитры создавал DimaTorzok